Мультик по капхеду Капхеда 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 Я помню, что дракона зовут Грим Матчистик, по-моему. И то, что дьявола зовут дьявол. Каламария. Я точно не вспомнил, ее зовут Каламария. Это будет у меня, кстати говоря, сегодня. Я очень долго вспоминаю некоторые имена. У меня была тройка по истории в школе, если что. Вот эта вот карта, это не точная копия карты из игры, потому что карнавальный остров они объединили с первым островом. Ну вот вы видите этот бассейн с челом, который говорит вам, сколько раз вы умерли. Он был на втором острове, теперь он на первом. Но при этом такие детали, как хата дедушки-чайника осталась на месте. Вот это вот мне сложно отличить, что слева от хаты-чайника. Но, например, обзерваторию, где мы деремся с тян-дирижаблем, я вижу. Отдельно, кстати говоря, стоящим остался остров-город. Я так понимаю, что там большая часть действия будет происходить. Но что это нам говорит? Это нам говорит то, что определенные изменения есть, но пока что на данный момент никакие из этих изменений не вызывают у меня откровенного кринжа. Это подразумевает, что изменения не настолько важные, и, может быть, они в конечном итоге только послушат на пользу. Но мы это уже узнаем только в феврале, правильно? А то, что я вижу сейчас, ну, это внушает доверие. Это реально внушает доверие, как будто бы люди, которые этим занимались, понимали, какого черта они делают. Но при этом дизайн и персонажи остались точно такими же, потому что Кала Мария, например, и Гриммачтик вообще не изменились. Это вот меня к анимации подводит. Тут нужно быть реалистичными, понимаете? Не стоило. Я надеюсь, что никто этого не делал. Скорее всего, нет, потому что вы нормальные. Не стоило ожидать ручной анимации. По большому счету, наверное, от оригинальной игры анимацию ручную ожидать не стоило. И тот факт, что мы ее получили, это определенно был интересный опыт. Я даже подумать не мог о том, что мы все еще живем во время, когда такое, в принципе, возможно. Это, конечно, круто, когда у нас там есть Клаус какой-то. И так или иначе все эти техники используют, в том числе в качестве вспомогательных каких-то элементов, и современные техники тоже. Но когда мы говорим про адаптацию от Netflix, понятное дело, что они не будут создавать отдельный 2D-отдел, отдельный отдел, хорошо сказал, который будет чисто ручной анимацией заниматься, потому что вам нужно не просто его сделать для одного проекта, ну, вы не будете ради одного проекта делать отдел. Вам нужно, во-первых, иметь перспективу, во-вторых, вам нужно персонал не только нанять, но еще и обучить, потому что специалистов по ручной анимации сейчас, мягко говоря, не так много, как раньше, по причинам, которые, я надеюсь, мне вам объяснять не надо. Этому сейчас особо не учат в колледжах, там, в ваших модных университетах сейчас все помешаны на 3D, и, может быть, там, какой-то флэшовой, тунбуновской анимации, всяких таких штуках. Аппаратуру нужно будет закупать, возможно, даже производить, или находить ее на каких-нибудь заброшенных, запыленных складах, может быть, оставшуюся после того, как Дисней пытался выпустить Винни-Пуха в один день с премьерой последнего Гарри Поттера. Это все еще было самое гениальное решение в истории анимационной индустрии. И, в принципе, я на этом настаиваю два года спустя. Поэтому нужно брать, что дают. Но что нам дают, по-моему, само по себе неплохо. Обратите внимание, как хорошо здесь сочетаются два основных элемента. Это непосредственно анимация в движении и задники. Задники невероятно аутентично выглядят, если мы ориентируемся на оригинальную игру. Но задниками работать и проще, потому что они по определению своему не двигаются. Если только вы не меняете немножко планы, не сдвигаете один слой с другим, их стилизовать было, я думаю, достаточно просто. Их как раз-таки можно было бы нарисовать от руки. Ну, они, в общем-то, и выглядят вполне себе от руки отрисованными. Это не то, чтобы сложно сделать. Вот эти пастельные тона такие, немножечко замыленные, с выкрученным чуть-чуть вниз контрастом. Это напоминает такой эффект немножко выцовевшей бумаги. Понимаете? То есть вот акварелью по бумаге нарисовали, и оставили ее под солнцем где-то на денек, чтобы она стала вот такой вот неконтрастной. И таким образом цвета движущихся объектов будут на ее фоне немножко лучше выделяться. Но при этом сами задники не перестанут от этого быть цветастыми. Выглядит достаточно круто. Это то, чем Cuphead должен быть. Ничего против не могу сказать. В игре они выглядят точно так же. И второй элемент — это, собственно, анимация. Знаете что? Я не удивлюсь, если когда это шоу выйдет, мы внезапно узнаем, что над ним работал по анимейшнс, или хоть Дигидидимон, или как вы там правильно зовут, на тот, который делал точка мув про пони, который еще Сэндук озвучивал и поднялся на этом. Вы знаете, о чем я. Потому что это очень сильно похоже на их стиле. Может быть, они даже работали над этим вдвоем. Я вот лично абсолютно не удивлюсь. Потому что в этом трейлере, уже только в этом трейлере, у Cuphead постоянно такое выражение лица, как будто он только что сказал слово на букву N, и чувствует себя теперь от этого очень крутым. Мне, кстати говоря, нравится динамика, которая между ними вырисовывается. Но все-таки, если чисто про анимацию говорить, она очень живая. Она достаточно хорошо напоминает тот самый классический анимационный стиль, даже если она явно не отрисована от руки. Но тут, на самом деле, много маленьких таких деталей, которые сложно повторить. Кадры в секунду, опять же, то, как формы непосредственно двигаются. Потому что, когда все это от руки отрисовывалось, там как будто бы было гораздо больше непосредственно кадров, которые вы в секунду видели. Хотя, понятное дело, что производство тогда стоило гораздо дороже. Ну, это, опять же, другая тема. Не думайте об этом слишком сильно. Главное то, что мы имеем по факту. А по факту мы имеем вполне себе годный результат. Мимика мне у них на лице очень нравится. Вот эти вот гиперболизированные формы, гигантские рты, гигантские глаза. Постоянно у них меняется выражение лица, постоянно реакция идет какая-то. Вот вы должны заметить, очень часто видна именно живая реакция от персонажей. Не только на центральном плане. Но очень часто так это работает в мейнстримной истоковой анимации, что вы как бы должны реагировать только... Вы должны смотреть только на реакции со стороны центральной фигуры, которая у вас находится непосредственно перед глазами, в то время как в периферийном зрении в этих реакциях как бы в любом случае не заметите, поэтому можно особо не стараться, можно особо не отрисовывать. Здесь немножко более ответственно к этому делу подошли. Ну, посмотрите в этом кадре, например, вот у вас есть центральная фигура в виде слона, в то время как все остальные, они просто моргают как бы, да, у них реакция статичная. Однако, обратите внимание вот, например, на этого не кота Феликса и вот на эту лягуху, которая тоже наверняка какая-то тончайшая отсылка. Обратите внимание, когда они моргают, у них немножко меняется форма лица, да, то есть они не просто так глаз закрыли-открыли, а у них, ну, прям полноценно вот по классике немножко есть движение в теле в любом случае. Даже если это неважное движение, это все равно внимание к деталям, которое, я считаю, нужно отдать за него должное, правильно? Ну и потом они все оживают, даже, кстати говоря, в периферии, потому что, ну, по идее, центральная фигура это вот эта вот, не знаю, что это, эта собака должна быть или вот этот вот бегемот, но они при этом все все равно реагируют и все каким-то образом двигаются. Это довольно здорово. Отсылок, кстати говоря, здесь очень и очень, сука, много, потому что я реально думаю, что вы можете играть в игру на выпивание, когда будете его смотреть. Мол, показывайте пальцем, узнавайте это и говорите, что помните это из игры, как, например, из одного из них высасывают душу, второй, не то чтобы старается это дело спарировать, чтобы вернуть его с одним хп. Мне интересно, кстати, будут ли они что-то делать с парированием. Возможно, что нет, потому что из того, что в этом трейлере видно, они не пытаются обыгрывать элементы игры, элементы геймплея, хотел сказать. Они пытаются просто показывать вам вещи, которые вы узнаете, особенно боссов. Серьезно, тут на какой кадр ни ткни, 80% вероятности, что ты попадешь на босса или на что-то, что напоминает босса. Вот эта вот квадратная голова, которая говорила тебе, сколько раз ты умер, теперь полноценный персонаж. Дракошке довольно много внимания уделено, потому что все вы помните, насколько сильно он душнил своими рандомными фаерболами. Это буквально самый сложный босс игры, на мой взгляд. Очень много внимания уделено дьяволу, который здесь, кстати говоря, невероятно гиперболизирован, и мне это нравится. Серьезно, у него офигенная звучка. Это то, каким он должен быть, на самом деле. Он еще, кстати говоря, много трансформируется, прям как, собственно говоря, сам боссфайт. Это реально сделано фанатами для фанатов. Чувство, которое я здесь считаю, что здорово, это круто. Надо похлопать за это, на мой взгляд. Кстати, к слову о том, что адаптация выйдет в итоге раньше, чем DLC, к игре, с которой все началось, Кубок Тян теперь главный герой, и у нее здесь будет гораздо больше личности, чем в игре. Ну, в любом случае, так было бы потому, что в игре там, в принципе, мало у кого есть много личностей, там мало текста довольно-таки. Я помню, что часть личности у Капхеда, то то, что он фанатеет позартом играм. Прям жить без них, сука, не может. Здесь они это тоже показали в диалогах, что довольно мило. Я, конечно, ничего не хочу сказать, не хочу надевать шапочки из фольги и все такое про то, что, мол, Netflix договорился со студией MDHR, чтобы они как можно дальше откладывали это DLC, чтобы в итоге сделать неплохой такой кросс-промоушен, потому что теперь у тех, кто познакомится с Капхедом впервые с помощью Netflix, в итоге станет немножко больше мотивации закатываться в игру, потому что там в итоге будет еще один персонаж, только-только вот появится персонаж, который, может быть, понравился в сериале. Скорее всего, все-таки такого не произошло, да, но я, в принципе, не удивлюсь, если Netflix с MDHR договаривались о более-менее близкой дате релиза. Но, с другой стороны, февраль и июнь, то, что DLC выходит в июне, по-моему, это сколько? По-моему, 18 февраля, да, получается? Ну ладно, давайте февраль посчитаем за один месяц. Февраль, март, апрель, май, июнь. Пять месяцев, получается, почти полгода. Но даже если мы убираем и один месяц февраль не считаем, то все равно остается 4, сука, месяца. Довольно большое расстояние. Наверное, не надо все-таки слишком сильно зарываться в теории заговора. Ну, так, подумайте об этом. Сынка Баут. Что еще мне нравится? Мне нравится баланс, тон и направление. Потому что по тону это буквально те самые классические мультфильмы, из которых Cuphead изначально был взят. Возможно, даже немножко больше, чем сам Cuphead. Но при этом они более осовремененные, что важно понимать, да, потому что классические мультфильмы, они были чуть более... Я хотел сказать приземленными, Ну, это не совсем правильное слово, да, потому что там тоже творилась дичь, которую приземленные назвать, ну, просто никак не получается. Сейчас мультфильмы подобного рода стараются быть более громкими, более яркими, чтобы постоянно привлекать к себе внимание. Классические мультфильмы, они тоже это делали отчасти, но не настолько сильно, как сейчас. Ну, просто времена поменялись, да. Вы вспоминаете любые культовые, или просто популярные мультсериалы из того же самого Disney HD какого-нибудь, я хотел сказать абсолютно что угодно, да, имея в виду от там Савиного дома до какого-нибудь Стивина Юниверса, они все пытаются постоянно брать вас там рандомным юмором каким-то, или очень уж гиперболизированными выражениями лица, короче говоря, постоянно заострять ваше внимание на себе. Вот так, я думаю, будет правильно дело это описать. Ну, потом, ну, тут все более-менее понятно. А вот направление интересное. Я бы даже разделил его на направление самого сериала и направление трейлера. Очень классно сделанного, кстати говоря. Почему? Потому что они очень хорошо выдерживают равномерный баланс между тем, чтобы показывать вам там постоянные отсылочки какие-то, и отдельные эпизоды из этого сериала, да, чтобы вы думали о нем как о какой-то приключенческой компиляции. Вот у вас есть Капхэт и Магмен, они постоянно попадают в какие-то веселые передряги, с которые, скорее всего, будут сводиться к уровням с боссами, конкретными, там, к каким-то отдельно взятыми. Вполне возможно, что это все-таки будет не эпизодическое, а полноценно такое сюжетное шоу с началом, серединой и концом, или, может быть, какой-то смешанный формат, я об этом на своем основном канале пару лет назад рассказывал, или, собственно, с каким-то продолжительным сюжетом, вроде как, эти веселые отсылки и ситуации и балансируют. Тут очень много внимания в трейлере уделено Дьяволу. Прям реально много, ну, где-то процентов 20 трейлера, наверное. Я понимаю, что Дьявол довольно колоритный, хотя в самой игре, кстати говоря, он был довольно разочаровывающим, потому что он оказался довольно легким по сравнению с тем же Кинг Дайсом или, там, не знаю, тем же самым Дракошкой, но Дракошка — это немножко читерство, потому что, ну, он, сука, и за счет своего РНЖ он просто невероятно всратый, но об этом мы сейчас говорить не будем. Мы об этом будем вспоминать, я думаю, непосредственно обозревая сам сериал. Мне уже интересно посмотреть, что они там с Дракошкой сделают. Но тут Дьявол получился прямо реально очень колоритным за счет озвучки, за счет того, как он отрисован, хотя это буквально тот же самый дизайн, как он двигается, как у него, вот, мимика у него работает, опять же, это очень-очень здорово выглядит. Я предположу, на самом деле, я предположу, что Дьявол здесь скорее... скорее в качестве персонажа первой серии, да, я думаю, ну, как обычно в подобных трейлерах бывают, они берут очень много материала из первой серии, водной, так называемой, чтобы вы поняли, основу конфликта, а потом, возможно, он будет появляться не так часто, хотя, ну, черт его знает, на самом деле, черт его знает. Просто в тех декорациях, которые они показывают здесь, а именно в декорациях Карнавала, Дьявол только и присутствует. Я не вижу его здесь где-то еще. Мне, на самом деле, интересно, откуда вот это вот взялось про то, что, а, я еще до вас доберусь, вы, клятые кружки. Имею в виду, они с ним контракт же подписали и продали ему душу, в смысле, зачем я буду до них добираться в таком случае. Мне кажется, потому что, он говорит, они немножко поменяют основной конфликт из игры, да, то есть это будет уже не контракт, это будет что-то другое. Вот тут реально можно рассчитывать на какую-то перемену в адаптации. Каким образом тогда они будут всех известных вам и любимых вами боссов из игры туда вставлять, ну, будет интересно посмотреть. Вообще, когда я думаю об этом, наверное, если они реально будут менять основу конфликта, то да, это намекает на то, что сюжет будет больше продолжительным и целостным, чем эпизодическим. И я не то чтобы относился к этому хорошо или плохо, да, мне на самом деле не хватает последнее время вот именно эпизодических таких шоу, которые конфликт недели, условно говоря, да, там, не знаю, любые вспомнить, там, Спанч Боба какого-нибудь. Вам не обязательно нужен продолжительный сюжет. Ну, ладно, я как бы сказать, это Netflix. Когда мы говорим про эксклюзивы для стриминговых сервисов, то они очень часто пользуются продолжительным сюжетом для того, чтобы заставить вас забинджвочить сериал. Потому что, когда вы смотрите эпизоды отдельно, вы с большей вероятностью будете делать перерывы между ними о Netflix для своих статистик, ну и, в принципе, любому стриминговому сервису. И выгодно, чтобы вы посмотрели сериал от начала до конца как можно быстрее, потому что они тогда смогут рассказать инвесторам про engagement, про всякие такие штуки. Ну и, в принципе, вы заметите, что мода сейчас активно сдвинулась именно в сторону каких-то продолжительных сюжетов, а именно классической эпизодичности, когда вы посмотрели одну серию, и она не обязывает вас смотреть следующую, а предыдущая не обязывала вас смотреть эту. Они абсолютно отделены друг от друга. Эти конфликты вообще не вылезают ни туда, ни сюда. Но этого не хватает в последнее время. Да, и мне кажется, что Cuphead, как идея, мог бы к этому формату подойти. Но, видимо, нет. Упси-дупси. Да и больше мне, в принципе, про трейлер сказать нечего. Выглядит достаточно впечатляюще. Анимация радует. Это тот самый Cuphead, которого вы знаете, любите и помните. Даже если изменения какие-то будут, я не вижу причин полагать, что они будут к худшему. И я, честно говоря, даже не знаю, что здесь особо можно испортить. Самое главное, что было в Cuphead для адаптации, по крайней мере, это анимация. И анимацию они, судя по показанному, вполне затащили. Что будет в итоге? Ну, только время покажет, я полагаю. Но у меня довольно-таки хорошие ожидания. Netflix внушает в меня веру в человечество. Вот фразу, которую вы не ожидали-то от меня услышать, я думаю, да? За этим мы определенно будем следить. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на основной канал, где определенно будет большое видео про Cuphead в феврале. Это я вам могу на 100% гарантировать. И да, увидимся с вами уже совсем скоро, чуть ли прям не завтра в следующих видео, потому что на этом канале они каждый день выходят. И спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки. Мои сладенькие булочки, идите сюда.